приветствую вас друзья вот и обновился таймер до самого большого патча в мире танков который называется альфа я думаю все же так это знают осталось 85 дней до 22 января когда и выходит этот замечательный патч 132 и вот сегодня добавили информацию о том что нас еще ждет штурм сау в мире танков появится новая роль для одного из классов техники штурмовые сау эти машины предназначены для поддержки союзников и уничтожения оборонительных позиций противника они стреляют по дуге на короткую дистанцию такие сау наносят больше урона и не обладают механикой оглушения следующее обновление будет 31 10 буквально совсем скоро я думаю что подробнее нам покажут эти штурм сау думаю что это будут советские штурм сау не помню сколько там два-три года их тестили что-то там на тестили тестировали сначала в обычном варианте потом с какой-то тазадо зарядкой там еще барабанным придумали то добавили им кумулятив то фугас то короче два снаряда то один короче там что-то там мутили крутили проверяли разные варианты и некоторые стримеры вроде как стримили уже эти штурм сау что это вкратце такое это танки которые стреляют вам через здание на близкой дистанции закидывают вам прямо на голову примерно по 700 урона на десятом левеле у них очень медленно летит снаряд но и стреляют они не через всю карту а буквально через пару клеточек также еще народные умельцы придумали заезжать на какие-нибудь кучи поднимать свой танчик вверх из-за чего эти штурм сау просто закидывают прям с космоса тебе на голову лазером прям в темечка вот такие чудеса нас ждут и вы будете стоять на своих тяжелых танчиках бронированных казалось бы в позиции будете думать что все сухо и комфортно но тут вам с космоса лазером прилетит лепешка на 700 и вы почувствуете свою сухость и комфортность в полной мере да если вы будете ездить двигаться попасть будет тяжелее но никто не исключает случайные попадания у нас же стрельба киберспортивная да и в любом случае играть на первой линии на тяжелом танке будет тяжелее поскольку прошлый раз нам анонсировали огнеметы тяжелые и вы уже почувствовали некоторые как они выжигают хп просто за считанные секунды даже если вы на бронированном танке то есть ты берешь тяжелый танчик очень тяжелый приезжаешь на позицию мало того что ты долго туда ехал вот и до полз туда и тебя начинают фаршировать full голдой за серебро тяжелые огнеметы тебя просто там силуэт поливают рыжими струями заливают прям так сказать и сверху тебе еще с космоса лазеры будут прилетать на 700 чтоб ты кайфовал внимание вопрос какова вероятность что любители тяжелых танков станет больше но в районе нуля сейчас тоже иногда бывает бои детяжей попробуй найди а вот каких-нибудь пт в кустах пожалуйста челики которые из кустов не вылазят они не сильно заметят разницу поскольку шторм сау не будет ездить по кустам стрелять у них во первых дальность стрельбы небольшая во вторых им тяжело стрелять в едущие танки только в стоячие в основном то же самое тяжелые огнеметы они не будут ездить кусты выжигать что звучит интересно конечно но нет поскольку у них дальность стрельбы 150 200 метров то они тоже будут ездить выжигать тяжей а каких тяжей не будут выжигать если в игре все меньше апташек все больше ну или тяжелые пт-шки тоже надо приезжают и те крупицы тяжей которые будут ехать активно играть будут сталкиваться с такими вот трудностями что против них прям создали еще два класса техники прям исключительно против них поскольку что огнеметы тяжелые что шторм сау им тяжелее гоняться за всякими там кустарными пт-шками с тэшками за лт-шками им легче всего вырубать тяжей и вот как раз таки еще в этом же патче помимо огнеметов и штурм сау у нас появляется 11 уровень где в основном тяжелые танки такое ощущение как будто бы они вводят 11 левел и сразу на противовес им вводят несколько других классов техники которые будут их просто аннигилировать а зачем нам сбрасывать ветки чтобы получать 11 левела которые не сложно пробиваются и против них еще вводят штурм сау и огнеметные тяжелые танки которые будут просто сбривать эти мусорники подчистую и только когда их не будет в бою или они будут заниматься какой-то ерундой вы сможете нормально поиграть на тяже в тот же самый момент еще не ввели этот патч и 11 лвлов в игре еще нет но проблемы уже начали проявляться недавно возник в игре такой глюк разрабы подкинули новые багов то что под калибер и сильнее критуют танки и 30 числа будет микро патч который это исправит оказывается под калибером добавили критуемость такую же как у бобсов бронебой на оперенда под калиберных снарядов который будет у 11 уровней то есть там видимо повышена критуемость у этих одиннадцатых уровней и такую же повышенную критуемость добавили обычным под калибером видимо случайно и горечек там что-то лепил лепил такой чё-то то под калибер это под калибер это это под калибер лупим критуемость на максимум нормально потом спустя время игроки заметили что критуемость стала какой-то бешеный игорёчек такой задумался ну чё-то в натуре переборщили откручиваем назад 11 ловелов еще в игре нету но уже косяки от них начинают проявляться слава богу что это починят поскольку отлетающие танки направо и налево и загорающиеся с пол тычка это конечно не очень хорошо также в этом патче альфа нас еще ждет лбз новые новая карта куча новых танков в проекте орбита новый ангар где тоже много плюши каких-то возможно будет завезено и сильно поменяется рандом очень сильно то есть его сейчас трясет от g5 и до этого тоже токсичные танки потихоньку добавлялись и нам еще сверху накинут огнеметные тяжелые танки токсичные они не могут быть не токсичными поскольку они на броне быстро приезжают и вблизи выжигают вам кучу хп за секунды если это не токсично то что тогда токсично и также шторм сау эти все вещи сильно будут менять рандом будет меняться геймплей поначалу будет непривычно непонятно что с этим делать будем потихоньку привыкать если останемся в это играть и главный вопрос нужно ли игре большая встряска большие изменения я считаю что до изменения нужны но такое впечатление что из того что просили игроки в этом патче альфа большом вообще ничего возможно 11 левел некоторые люди и просили типа как дальнейшее развитие логическая игры но почему-то вместо 11 лоболов мы еще получаем целый вагон дерьма который никто не просил вообще игру очень сильно тряханет и я очень сильно сомневаюсь что разработчики до конца понимают что они вообще творят во что вообще превратится им play поскольку если добавится штурм сау то они вместо кого-то же будут в бою чье-то место они будут занимать сколько и будет в бою тоже непонятно станут ли они популярными или нет часто будут попадаться по несколько штук или одна редко то же самое огнеметы тяжелые вот здесь мне больше кажется что они будут популярны и поскольку нож очень сильно они страшно смотрятся в плане того чтобы против них попадаться и вот здесь мне ощущение что игра превратится в рыжие струи которые будут одновременно во все стороны лететь такое ощущение кого-то в кто-то бутылку фанты взял в струсил открыл и это будет выглядеть так рандом и самый главный вопрос как это вообще улучшает бои как это улучшает баланс геймплей как это борется с turbo боями которые многих напрягают и остальные проблемы которые даже не хочу начинать перечислять у нас остается еще три звезды которые позже анонсируют что-то в них должно быть но я вот на все это смотрю и пока что я в шоке что еще такого можно туда добавить чтобы раз стало лучше пока что я улучшение особо не вижу я вижу кучу контента про который можно поделать видосики стримы но вот как потом находиться в рандоме вот в таком который просто засыпали вот этим вот сложно даже предполагать мне бы лично хотелось улучшение стрельбы чтоб стрельба была более справедливой понятной уменьшение каких-нибудь там вбр of оглушений уменьшение количества арты уменьшение гонки вооружения и turbo боев хотелось бы во что-то поспокойнее по адекватнее поиграть наконец таки я понимаю что игра неминуемо бы ускорялась и сама по себе поскольку всегда когда новый проект люди сначала играет более пассивно пытаются понять во что они играют чё за геймплей как с ним жить потом они постепенно устают играть медленно где-то там выжидать они начинают более агрессивно играть так во всех онлайн играх но тут еще и сами разработчики игру разгоняют в далекие там 2013 люди сидели в кустиках им спешить никуда не надо было все было хорошо но вот спустя многие годы уже люди устают стоять в кустиках начинают чаще куда-то ехать и упарываться не в каждом бою конечно есть бои где челики засели и 15 минут с куста его не выцепишь но все же чаще люди начали ехать сбиваться на флангах в канавке и просто пушить иногда даже не обращая ни на что внимание просто бездумно ехать вперед ну просто надоело им 10 лет сидеть в кусту терпение кончилось но и разработчики добавили гонки вооружений скоростей турбин всяких полевых модернизации всего остального целую кучу модов информации напихали на карту и везде вокруг стало понятнее куда и зачем ехать ира неминуемо ускоряется плюс еще фуалда за серебро и в это все сверху заливаются еще и вот это вот по итогу как мне кажется игра превратится во что-то где нужно прям на ходу бежать лететь двигаться что-то там выдумывать как куда проехать объехать убежать переехать и вот эти вот всякие медленные танки простоялова позиционные на мой взгляд они вообще умрут пока ты там будешь ползти на своем каком-то медленном ведре куда-то на позицию пытаться там жить вокруг тебя там такой будет происходить ураган разноцветный что я даже не понимаю что они там вообще делать будут поскольку даже если ты на своем медленном корыте куда-то доедешь тебе просто засыпят рыжей струей либо шторм сау тебе подарочек на голову закинет в нынешнем рандоме на тяжей не всегда приятно играть больше хочется играть на каких-нибудь универсальных с тэшках которые и от башни могут поиграть и по карте поездить и нормально пострелять и даже иногда с копами посвятить вот больше хочется играть на чем-то таком вот именно прям на полноценном тяжи играть уже как-то хочется все меньше а когда все это добавят еще сверху я думаю у меня прям вообще желание отпадет либо какой-нибудь средний танк прям универсальный либо что-нибудь там покататься по карте по кустам постреляться но ехать на тяжей в эту всю кучу сомнительное мероприятие я думаю к такому выводу придут многие на этом у меня все пишите свои мнения в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока